В Центре развития бизнеса Ненецкого округа продолжают принимать заявки от предпринимателей на выдачу микрозаймов на продвижение своего дела. В чем польза и выгода таких микрозаймов, кто может рассчитывать на поддержку, узнаете из нашего следующего сюжета. Предпринимательская деятельность, как правило, связана с нехваткой денежных средств для текущих потребностей и развития новых проектов. Именно с этим и столкнулся начинающий бизнесмен Эдгар Акопян, который два года назад решил открыть свою строительную фирму. За помощью молодой человек обратился в фонд поддержки предпринимательства Ненецкого округа. На самом деле он стал таким мощным драйвером, толчком для меня, потому что своих денежных средств мне не хватало. И фонд поддержки предпринимательства предоставил мне данный займ. Я смог закупить очень много строительного материала, соответственно увеличить свой оборот и взять больший объем работ и развиваться, и развивать динамичную свою компанию. И увеличивал в два раза в 60 сотрудников своих, благодаря этому. Микрофинансирование является существенной мерой поддержки малого бизнеса, поэтому пользуется популярностью. Получить микрозайм можно на срок от трех месяцев до пяти лет. На самом деле здесь очень выгодно брать кредит, потому что данный кредит является все-таки, как сказать, по финансовой части брать дифференцированные платежи. У него получается, мы платим всегда большую часть основного долга и небольшую часть процентов. И каждый месяц у нас все одинаково. Не как в обычном банке, когда у нас съедается большая часть платежа, это проценты, а потом только маленькая часть основного долга. Поэтому это очень выгодный продукт и им просто очень выгодно пользоваться. Количество обращений за микрозаймами ежегодно растет. Увеличивается и объем выдачи денежных средств. Стоит отметить, что в этом году фонд получил субсидию из федерального бюджета в сумме порядка 55 миллионов рублей и предлагает своим клиентам 8 видов микрозаймов. Мы готовы предоставить микрозаймы в сумме от 100 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. То есть максимальная сумма займа составляет 5 миллионов рублей. Во-вторых, процентная ставка. Ставка варьируется от 5 до 10 процентов годовых. Для начинающих предпринимателей, для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, рыболовстве, ставка составляет 5 процентов. Если вы хотите приобрести основные средства, например, купить транспорт, оборудование, коммерческую недвижимость, в данном случае ставка составляет 6 процентов годовых. Для пополнения оборотных средств, то есть, например, на закупку товара, на оплату текущих расходов, на ремонт транспортных средств, ставка составляет 9 процентов годовых. И по программе «На доверие» ставка 10 процентов годовых. Еще одно направление деятельности фонда – предоставление поручительств по банковским кредитам. Максимальная сумма поручительства на сегодняшний день составляет 3 миллиона рублей, но не более 70 процентов от суммы кредита. Если вам нужна большая сумма поручительства, то можно воспользоваться поручительством банка МСП или корпорации МСП. Срок кредита, за который мы готовы поручиться, составляет порядка 15 лет. Вознаграждение за предоставление поручительства – 1 процент годовых от суммы поручительства. Это для приоритетных отраслей, которые установлены постановлением администрации, и 1,5 процента для прочих клиентов. Срок рассмотрения заявки на поручительство составляет до 3 рабочих дней. Почти все программы микрофинансирования предусматривают наличие залога. Для получения займа предпринимателю необходимо предоставить пакет документов, рассмотрение которых займет до 10 рабочих дней.